Казалось бы, что может быть желание и удобнее для родителей, чем самостоятельный ребенок? Часто можно услышать, мне бы хотелось, чтобы мой ребенок был самостоятельным. Сам одевался, сам ел, сам себя занимал, но на практике не все так просто. Чаще всего воспитание ребенка сводится к постоянным запретам. Насколько это правильно и с какого возраста нужно обучать ребенка самостоятельности? И главным каким образом мы узнаем у старшего преподавателя кафедры психолого-педагогических технологий, охраны и укрепления здоровья Тюменского областного государственного института развития регионального образования Елены Новоселовой. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, я вспоминаю свое детство. Я помню, меня еще в самых уже младших классах начали отправлять в магазин и говорят, вот, надо приучаться к самостоятельной жизни, ты же когда-то будешь ходить. Вот это правильно? Вообще, какой возраст оптимальный, чтобы уже ребенка приучать к самостоятельности? Ну, вам это доставляло удовольствие? Вы чувствовали себя? Нет. Нет. Значит, ваши родители немного запоздали в этом процессе. Даже запоздали. Да. Потому что на самом деле начинать этот процесс необходимо, когда ребенок уже начинает какие-то действия производить самостоятельно. В принципе, даже тянуться за погремушкой. То есть вообще младенчество? Да. Ну, если уже говорить так более серьезно и, может быть, более понятно родителям, то в возрасте около двух лет. Когда ребенок уже в состоянии сделать некоторые дела сам. А вот какие дела? Прости, потянулся за погремушкой, следующую ты купишь сам. А вот какие дела? А вот как это должна самостоятельность проявляться? Во-первых, дети очень любопытные. И некоторые вещи, некоторые дела начинают делать сами. Но очень медленно и неумело. А ошибка родителей часто в том, что у них не хватает терпения дождаться результата. И они поправляют и быстро, качественно, замечательно делают это сами. А им как раз нужно притормозить. Что может ребенок примерно в два года делать сам? Например, игрушечку свою куда-то отнести на место. Или двигаться в сторону пресловутого горшка. Пытаться что-то с себя снять. Это те самые дела, которые ему доступны в этом возрасте. И их нужно всячески в них поддерживать, желание это выполнять. А поощрять нужно? Поощрять, да. На самом деле, вот этот вот глагол приучать к самостоятельности включает в себя. Поощрять, соблазнять, вдохновлять, вести, показывать. То есть всячески очень тонко, я бы даже сказала хитро, и творчески подходить к этому процессу. А что касается запретов? Вот на мой взгляд, это главное препятствие к самостоятельности. Вы со мной согласны? Конечно, конечно. Ну, вернее так, запреты, конечно, нужны. Это рамки, которые ребенку нужны. Но они не могут быть единственными. Они должны уравновешиваться теми самыми пожеланиями и вот тем самым вдохновлением. То есть ребенок понимал, что ему нельзя, но и что можно и очень желательно. Его нужно всячески за это поощрять. А может быть, дать ему свободу? Он попробует, поймет, например, вот как ему раньше? Не зажигай, не зажигай, обожгешься. А я все равно сделала, обожглась и все. Может быть, дать свободу какую-то, чтобы ребенок самостоятельно научился на своем опыте и уже принял решение, нужно это делать или нет? Вы вот абсолютно верно, интуитивно мыслите в этом направлении. Потому что разрешать, в принципе, попробовать можно все, что не несет вот такой глобальный вред жизни и здоровью. Все остальное можно и нужно пробовать. Потому что даже негативный опыт, опыт ошибки, это то, что в нашей педагогике вообще плохо проработано, так скажем, он необходим. И именно сделав вывод и обсудив это с ребенком, можно быть уверенным, что он больше этого не повторит. Но тут ведь существует еще и другая грань, это вседозволенность, когда родители, наоборот, разрешают максимально все. То есть я хочу сделать это, давай-давай, иди делай, иди делай. Тут тоже как-то надо грань, да, чувствовать, получается? Знаете, здесь не столько чувствовать грань для родителей, сколько бороться с родительской ленью. Конечно, потому что на самом деле быть родителем, это не просто в том плане, что нужно все время быть в некотором напряжении внутри, контролировать этот процесс и как-то на него влиять. То есть управляемцем, быть менеджером таким своей семьи. А вседозволенность – это расслабленность родителя, которому делать не хочется или некогда. В общем, неохота. А пускай ребенка на самотек просто. А можно два этих слова – ответственность и самостоятельность – считать в какой-то мере синонимами? В каком-то смысле да, потому что лично я трактуя ответственность, как некоторый такой осознанный подход к любым своим решениям. Поэтому я вот очень люблю вот это словосочетание – осознанное родительство. То есть там и забреды, и поощрения, но это все делается продуманно. Подумать нужно. А взрослые зачастую полагают, что ребенок, ну, к примеру, достиг какого-то возраста и говорят, вот все, ты должен уже выполнять какие-то действия, а ребенок не понимает. А почему, собственно, должен? Ребенку ведь нужно объяснить, почему он должен это делать? Вы знаете, на самом деле, вот если говорить о том, как это должно быть правильно, то есть часть правил, которые не обсуждаются. Так должно быть, потому что так должно быть. Но это должны соблюдать, во-первых, все члены семьи, во-вторых, это должно быть всегда. Если это неукоснительно соблюдается, то в полемику вступать наши дети спорить умеют. В полемику вступать чаще, очень часто бывает, это ослабляет родительскую позицию. У нас такое правило, даже если в других семьях по-другому это строится. У нас в семье такое правило, мы делаем так. То есть на всех. Да. Вот есть хороший девиз, не делай за ребенка то, что он может сделать сам. Мне кажется, это прекрасные слова, и ими мы и подытожим нашу встречу. Спасибо большое за беседу и хорошего вам дня. До свидания. До свидания.